Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и сегодня я хотел бы записать ролик на одну, наверное, из самых популярных тем иксбокса. А если быть конкретнее, то ответить на вопрос, а стоит ли вообще сейчас покупать иксбокс сериас в России? Перед началом видеоролика, как всегда, ставьте лайкусик, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение на счет, собираетесь убрать иксбокс или не собираетесь, а также объясните почему. Вот, а также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где сейчас проходит розыгрыш на Dead Island 2, ссылочку оставлю в описании. Эм, неожиданный звонок. Кто это мог быть? Мне кажется, и вам звонят на незнакомых номеров, а потом, когда вы отвечаете, там либо реклама, либо злоумышленники. Так вот, советую вам, чтобы отвечать только на важные звонки, поставить определитель номера в приложении Яндекс с Алисой. Просто попросите Алису включить бесплатный определитель номера, и незнакомых номеров станет меньше. Теперь можно сразу понять, из какой компании тебе звонят, или предупредить, что это реклама. Это очень удобная штука, и ссылку оставлю в описании. Возвращаясь к нашему любимому иксбоксу, хочу сказать, что иксбокс сериас в нашем регионе стал намного популярнее и желаннее. Помимо крышесносной для многих подписки Xbox Game Pass, в которой вы познакомитесь просто с кучей старых и новых игр, ну а также получите все эксклюзивные игры для иксбокса с первого дня. Консоль Xbox, а конкретно Xbox Series X, более мощная консоль, у многих порадовала тем, что у нее самая мощная начинка. Конечно, это все еще не раскрылось, но многие все еще верят в ту самую мощь. А вот менее слабая консоль у многих притянула к себе своей компактностью и доступностью, и кто бы что про нее не говорил и не ругал, по моему мнению, Xbox Series S это самая идеальная консоль для входа в гейминг. О чем речь, если всего лишь за 27 тысяч рублей, я конечно сейчас беру официальную цену, потому что на данный момент она явно меньше, вы получаете возможность играть как и в старые, так и в самые новые игры, что самое главное. Да, конечно, учтите, что у вас там не будет 4К разрешения, в некоторых играх 60 кадров, но за такую цену это все равно подарок. И самый главный плюс данной консоли, наверное, который до сих пор всех манит, это возможность покупать игры с других регионов. Конечно, сейчас вообще такое время, что в целом это единственный способ покупать игры в цифры, но не стоит забывать, что этот способ является более дешевым, поскольку игры покупаются не по рекомендуемым ценам, а по ценам с других регионов, что дешевле, если переводить на наш курс. Если что, с этим вам помогут ребята из X Games, не раз проверенные ребята, ссылку на них оставлю в описании, поэтому можете обращаться, они вам сделают любую игру и подписку. Казалось бы, у данной консоли одни плюсы, но почему же сейчас возникает вопрос, а стоит ли вообще сейчас брать Xbox Series в России? Ну а все потому, что многие Xbox все еще получают ту самую ошибку под номером 0x80A4401, из-за которой вы попросту не зайдете в свой профиль, будто у вас консоль находится в том регионе, где служба Xbox Live недоступна. Несмотря на то, что в инфополе данная ошибка как-то немножко подугасла, ошибка все еще существует и она есть, и это самая главная проблема сейчас у данной консоли. Чтобы вы понимали, я все еще не верю в какой-то принципиальный региональный бан на консоли Xbox, поскольку если бы эта региональная ошибка существовала, то там бы уже было бы все равно, откуда привезенная консоль, для какого региона. Неважно было бы Xbox Series или Xbox One, кстати, Xbox One данную ошибку не ловит, полегли бы абсолютно все консоли. Но в данной ситуации почему-то Ростес консоли и консоли, привезенные до определенной даты, они данную ошибку не получают. Поэтому я считаю, что это какая-то ошибка, которую попросту не хотят исправлять. Если что, данная проблема уже давным-давно существует на таких территориях, как Крым, Иран, вроде как где-то еще, но так или иначе, данные очелики с данных регионов, они уже привыкли к этой ошибке, поскольку они нашли способы, как их обойти, кто-то вбивает DNS номера. Кстати, советую всем тем, у кого ошибка все еще осталась, попробуйте либо те же самые DNS номера вбить на консоли, либо новые, потому что так или иначе, это все равно помогает. Потому что были челики, которые писали, чувак, мне вот ни один не помог, но потом, когда он там, не знаю, вел через три дня, у него все прокнуло. Поэтому пробуйте там и чините, как говорится. Также есть лайфхаки с роутером, в которых нужно уже прописать DNS номера на самом роутере, не на консоли, и прописать некую строчку Xbox, чтобы это влияло только на Xbox. В общем, самое главное, что в этой проблеме нужно понять, она так или иначе, она фиксится. За способы, а конкретно за их количество, я хотел бы сказать спасибо всеми крычеликам, которые сейчас на свои YouTube-каналы загружают данные способы и помогают Xbox-комьюнити, поскольку, мне кажется, люди, которые как раз-таки шарят за эти все DNS сервера, там, номера, за все эти роутеры, как раз-таки они прямо капец как помогли сообществу, поэтому, ребят, от меня вам респект, многие способов я оставлю в закрепленном комментарии. Вообще, я лично верю в то, что это все-таки рандомная ошибка Microsoft, которую они до сих пор не чинят. И да, я верю статье ресурса GameMag, поскольку данный ресурс уже с точностью угадывал то, что будет с командой Xbox в нашем регионе за несколько дней, поэтому, исходя из обстановки, уже как бы не особо верится, что эта ошибка пройдет сама собой в ближайшее время. В сети есть челики, которые говорят, что вот данная ошибка уходит, но в то же время есть челики, которые говорят, что вот после ухода ошибки, ошибка возвращается вновь. Кстати, у того, у кого пропадала ошибка, у тех, чаще всего, был провайдер Россельком, не знаю, связан это или не связан, но так или иначе, инфа была. Вот, но самое плачевное в этой ситуации то, что в сети есть очень много микрочеликов, которые говорят, что ошибка не фиксится вообще никак. То есть, чуваки, говорит, перепробовал абсолютно все, я, конечно, не могу утверждать, что он перепробовал и правильно ли он все сделал, потому что, ну, часто ребята ошибаются даже в каких-то простых вещах, но эти ребята уже как бы разочаровались в Xbox'е и их выставили на продажу. Я считаю, что данная ошибка в нашем регионе для Xbox'а это серьезная ошибка, из-за которой новичкам я сейчас, к сожалению, не советую брать Xbox, потому что поймите, что вероятнее всего вам придется с ней столкнуться и придется вам с ней как-то бороться. И почему я еще не советую сейчас брать Xbox, потому что помимо Xbox'а у вас есть два варианта, на которых данной ошибки нет. Это либо плейка 5, либо соберите себе ПК, если вам нужны актуальные игры. Как бы, ну, смысл сейчас кидаться ради какой-то, так скажем, халявы к Xbox'у, когда вы можете купить консоли и не столкнуться с этими проблемами. Особенно, если вы новичок. Это вот самое ключевое в этой фразе, поскольку ребята, которые покупают консоли, они не хотят вообще ни с чем париться, соответственно, у Xbox'а сейчас явная проблема, из-за которой лучше либо переждать, либо его пока не покупать, потому что есть альтернатива. Просто сейчас Xbox Series это тупо кот в мешке, поскольку сейчас вряд ли вы где-то найдете новые Ростест консоли, и, вероятнее всего, вы все-таки столкнетесь с данной проблемой, потому что практически все консоли, там, привезенные в Россию, да, они получают данную проблему. Единственный вариант это находить тех, кто просто разочаровался в Xbox'е, как в платформе, ну и тех, у кого есть консоль Ростест. С одного стрима мы, кстати, выяснили, что консоли, на чьих коробках около серийного номера, есть пометка To Russia, они нормальные, их можно брать, они вроде как не получают до сегодняшнего дня ошибку. Ну, по крайней мере, у меня такая консоль, и она все еще ошибку данную не получила. Но вот остальные консоли, вероятнее всего, с этой ошибкой столкнутся, особенно новые. И знаете, если вы вдруг все-таки с рук покупаете консоль, и вам сказали, что у нее не было никогда этой ошибки, чтобы это проверить, отчасти делайте следующее. Перейдите в настройки, в настройки сети, во вкладку DNS, и переключите на автоматический. Если вдруг в профиль у вас не зайдет, и вылезет та самая ошибка, вас хотят обмануть, ну, торгуйтесь. Также еще советую попробовать раздать интернет с телефона, и повторить процедуру, поскольку у парня может быть применен лайфхак с роутером, ибо это все-таки сетевая ошибка. Но, знаете, по приходу домой ошибка все равно может у вас появиться, если консоль везена была на территории не так давно, поскольку не раз встречал случай, что сначала ошибки не было, потом она появилась, или ошибка там не была с раздачи, но появилась тогда, когда подключили к домашнему роутеру. Поэтому, покупая сейчас консоль, неважно с рук или не с рук, будьте морально готовы, что ошибка может возникнуть. Конечно, вам повезет, если она не возникнет, но все-таки будьте готовы. И вообще, я считаю, что, коль идет такая проблема, и все о ней, мне кажется, знают, да, все те, кто продает консоли, мне кажется, было бы классно в магазинах делать некую активацию данной консоли, сразу говорить про либо лайфхаки, либо про способы починки, да, потому что вряд ли консоли Xbox вообще будут снимать с продажи, вот. Просто, знаете, я подумал, если, например, отец ребенку будет покупать Xbox, да, по приходу домой, вероятнее всего, у него будет такая ошибка, и, соответственно, это будет нервотрепка, это будут психи, слезы и все дела. И, соответственно, дальше возврат в магазин, типа, вы продали мне бракованную консоль, вот, хотя это не так. Вот, и, соответственно, чтобы это, наверное, как-то снизить, было бы классно, если бы магазы, опять же, это предоставляли. Как бы, я не знаю, кто как будет делать, но если бы я был владельцем магаза, продавал бы Xbox, конечно, я вряд ли бы продал бы много Xbox из-за своей вот этой тупой какой-то принципиальности, из-за какой-то совести, мол, продать хороший продукт, вот. Но, так или иначе, я все равно бы предлагал бы сделать данную услугу, потому что она поможет и пользователям, и в целом магазину все-таки продать консоль, а не получить ее потом обратно. Но, несмотря на все эти проблемы, с другой стороны, если посмотреть, то для челиков, которые, капец, как себе хотят Xbox, это прекрасное время взять себе консоль по мега-хорошей цене, потому что я часто видел истории, когда там челики покупали Xbox Series X за 35 тысяч рублей, им давали и игры, и все аксессуары, даже лид-контроллеры за эту цену, и, соответственно, да, многие разочаровались и продают свои Xbox'ы чуть ли не за даром. Просто тут надо понять, что ошибка, она все-таки фиксится, то есть это не какой-то бан, который не обойти. Просто у кого-то проблема сложнее, у кого-то чуть попроще, но так или иначе она фиксится. Единственное, во всей этой ситуации меня пугают, опять же, челики, которые говорят, что данная ошибка не уходит вообще, ни с какими способами и так далее. Но, опять же, я не могу утверждать, какие способы они пробовали, это нужно уже как-то более детально ковыряться. Поэтому сейчас я очень прошу всех тех, у кого данная ошибка сохранилась, и вы ее никаким образом не убрали, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие способы вы пробовали, прям напишите. Я пробовал такой-то номер DNS, я пробовал там лайфхак с роутером, я пробовал вписать вот такие номера. То есть распишите, потому что мне было бы капец как интересно, и, наверное, важно знать, что неужели какие-то консоли действительно вообще никак, ну, не решаемы с этой ошибкой. Напишите, пожалуйста, и самое главное, отнеситесь к этому очень серьезно. Спасибо. Поэтому, если бы я в данное время хотел бы себе взять Xbox, я понимаю, что по всем этим лайфхакам я слаб и не хотел бы с этим париться, и, наверное, если бы у меня были какие-то последние деньги на эту консоль, то я бы не взял ее, потому что, опять же, есть альтернатива. Я лучше, я не знаю, возьму тот же Xbox One или продолжу сидеть на Xbox One на дальше, потому что он у меня там, например, имеется, поскольку Xbox One данную ошибку не ловит. Вот, но, опять же, этот способ хорош, если вы хотите только игры восьмого поколения, по типу RDR 2, там, GTA 5, а на какой-нибудь там Starfield, вы не рассчитываете, и вам нужно просто поиграть в те старые игры, которые уже были. Тогда да. Но если вам нужны актуальные игры, то здесь уже, опять же, можно посмотреть в сторону либо плойки, либо в сторону ПК. И вот, кстати, многие как раз-таки собирают себе ПК, потому что многие ПК-штики когда-то переселили на Xbox, теперь многие Xbox'еры за счет этой ошибки пересядут на ПК, потому что такой проблемы там, ну, тупо не возникает. Да и если так подумать, то ПК это, по сути, часть Xbox'а, оформили туда подписку, вы и все эксклюзивные игры на халяву практически получите, да, и больше расширения всяких для каких-то других проектов. Ну, вот как-то так. Но, опять же, это, по сути, лишь мое мнение, мои взгляды, и поэтому, если вы все-таки решаетесь на какую-то покупку, думайте сами, потому что вам с этим сталкиваться, вам это все чинить. Вот. Обязательно пишите свое мнение насчет этого. Все-таки будете убрать Xbox или не будете. Если же взяли то, как починили свою консоль, или же какие способы вам не помогли этого сделать. Вот. Но, а если вдруг вам видос понравился, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо за просмотр. Надеемся, что данная проблема все-таки уйдет когда-нибудь у всех. Хорошего дня вам, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok